всем самое бодрое утро меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть смотрите сейчас ежедневную авторскую программу которая так и называется бодрое утро с марией мироневич как вы видите я сегодня немного изменила ракурс надеюсь что вам так больше нравится и мне тоже я так тепло одета не только потому что снимаю видео а еще потому что у меня дома отключили отопление кстати сегодня утром я уже выложила видео своей зарядки она есть на youtube и в инстаграм кому интересно кто еще не сделал зарядку обязательно делайте если конечно же у вас есть такое желание а сегодня мы с вами поговорим о еще на очень важную тему просто поступало тоже много вопросов какие-то обсуждения были под вчерашним видео вчера мы говорили с вами о том что необходимо конечно поддержка для снижения веса но не у всех она есть поэтому не нужно сбрасывать себя со счетов а сегодня мы с вами поговорим еще об очень важном моменте мы с вами поговорим о том как попросить помощи у близких потому что нам это сделать большинству людей казалось бы такое простое действие просто сказать я не справляюсь у меня не получается я сорвалась я не могу мне нужно а помощь мне нужна поддержка очень часто это сложно и точно так же у меня это было сложно как обычно вообще происходят такие моменты то есть вместо того чтобы попросить помощь объясниться с близкими потому что то как вы видите это внутри это не значит что ваши близкие ваш партнер бойфренд муж вообще члены вашей семьи близкие друзья это не значит что они точно также видят ситуацию как и вы и возможно людям у которых нет проблемы с пищевым поведением и лишним весом просто ваши проблемы не известны и они не думают что это для вас настолько важно что для вас это настолько больная сложная и серьезная тема и так как это обычно происходит обычно я даже вот сейчас конечно как всегда буду делиться своим опытом обычно мой муж до того как его как я вчера рассказывала я не муда не присоветовали врачи начать тоже снижать свой вес я просто все время на него злилась потому что он действительно абсолютно не понимал чего я с этими диетами вожу вожусь потому что он меня любила когда я весила 120 килограммов и когда я весила 100 ну то есть как-то любовь моего мужа не зависело от моего веса это конечно же плюс и с одной стороны с другой стороны он не понимал насколько для меня важна была вот эта проблема то есть он смотрел ну я толстый жена толстая ну ничего страшного вот я думаю что многие мужчины думают именно так то есть если человек не видит проблемы то значит до него нужно это как-то донести постараться донести но естественно сделать это по-доброму меня такие моменты когда я мужу там естественно все что я ему хотела сказать переходила в упреки потому что я как и многие из нас искала виноватого ну и конечно чаще всего виноватым оказывается наш близкий человек и я с агрессией с какими-то бесконечными претензиями к нему вот постоянно была он думал что у него какая-то сварливая жена и так далее а вот в мою голову не приходило просто сесть и нормально поговорить сказать ему что сергей для меня это очень сложно и это не потому что муж где-то думал наверное что я не нормальная потому что я постоянно с одной диеты переходила на новую жалела себя плакала вот и нужно было просто сейчас я понимаю да увижу свою ошибку что мне нужно было с ним просто откровенно поговорить рассказать ему о своих проблемах о том что я не справляюсь о том что мне нужна помощь и попросить об этой самой помощи и я уверена что ваши близкие ну хотя бы один человек из вашего круга общения найдется который сможет вам оказать поддержку в трудную минуту ты какая же нам поддержка нужно и что конкретно нужно просить то есть это должен быть не такой разговор ты знаешь мне плохо мне нужна твоя помощь вас пожалели и все продолжается дальше нет это должна быть конкретика то есть это должна быть не теория а должна быть практика то есть действия которые сложный момент вам могут помочь я конечно буду делиться своим опытом привожу свои примеры я думаю это происходит у многих то есть то что ты в магазине вроде бы ты идешь таким настроением что ты купишь только самое полезное нужно и здоровое и в конце концов твоя сила воли истощается на кассе когда кто-нибудь перед тобой берет какую-то шоколадку мармеладку вкусняшку которые очень щедро выложены на кассе и ты тоже уже ах пропадает берешь и как бы вот все твои вроде бы старания идут в очередной раз на смарку потому что происходит срыв вот поэтому я конечно и даже несмотря на то что ты идешь магазин со списком такое тоже происходит поэтому для меня выходом стала ходить с мужем в магазин и я его попросила что когда я захочу предложу так ненароком приобрести там какую-то шоколадку либо какой-то десерт в общем все что нам не нужно приобретать он меня будет останавливать и самое главное договориться что объяснить что в этот момент вы будете испытывать негативные эмоции и можете так скажем немного нагрубить почему потому что вы уже хотите это шоколадка вы привыкли и тут есть человек ну да вы конечно в глубине души знаете что вы его сами попросили но вы-то один раз едите шоколадку и точно больше не будете вы же это знаете и тут этот злой человек ну для меня это конечно муж у вас эту шоколадку желанную мою прелесть вырывает из рук честно я первое время вообще думала зачем я это попросила вообще теперь все портит не дает мне жизни ведь я же сама знаю что я могу похудеть я же худела уже ну подумают что вес возвращался каждый раз или становился больше все равно и вот получается что мой муж уже практически узурпатор шоколада в моем сладком мире дальше то есть вот к такой ситуации нужно быть готовым и со временем вы придете к такому взаимопониманию и уже вы сами то есть будете понимать что останавливаться то есть близкий человек вам скажут что ну зачем ты же этого не хочешь у тебя другие цели ты же хочешь снизить свой вес хочешь расстаться со своими проблемами в пищевом поведении ты же уже многого добилась там посмотри на себя то есть вот так вам ваш близкий говорит который вы попросили о помощи он согласился эту помощь вам оказать и со временем вот эта негативная реакция такое раздражение которым я говорила выше она превращается вот вы останавливаетесь от горе по себе и останавливаюсь и думаю что же такое почему меня опять тянет нет я не буду этого делать и потом конечно через время потому что для того чтобы привыкнуть жить по-другому конечно точно так же нужно время потом вы уже сами научитесь себя останавливать но это потом у у каждого занимает свое время у меня такое потом началось где-то через год того как мы начали и мне поддержка мужа очень очень сильно помогла и также это конечно каша касается домашних каких-то моментов то есть когда ты вроде поел я уже рассказывала в одном из бодрых утренних видео о том что я очень быстро доедаю то есть до того момента ну привычка вот такая у меня до того момента как сигнал в мозг поступает о том что вот я поела и сыта и раньше как я говорила не зря я весила 120 килограммов я себе добавляла ела и так далее и конечно же муж меня не останавливал после того как я его просила помощи он такие моменты начала пресекать говорить мне маша ты же поела ты не съела не меньше допустим чем я ты съела свою нормальную порцию просто подожди давай попьем чая в общем терпением и вам уже нужно отдать должное и конечно это очень сильно помогает поэтому мы очень часто самое главное о том что я хочу до вас донести это то что не нужно бояться просить помощи да это сложно для нас для всех потому что в этот момент ты оказываешься уязвимым а мы все на самом деле уязвимы очень не зря ведь мы выбрали такую себе защиту как огромный лишний вес да это одна из функций психологических которую тот самый лишний вес несет и это быть просящим это сложно на самом деле но это как раз таки и отличают взрослого человека что ты можешь признать только так вы можете разобраться с этой ситуации когда вы поймете что вы не можете справиться самостоятельно и когда вы попросите о помощи близких и я уверена что они с удовольствием вам помогут возможно потребует не на возможно наверное скорее всего сто процентов вам потребуются какие-то дополнительные переговоры вы будете как-то изменять правила потому что все семьи абсолютно разные там не обязательно да это ваш партнер в общем любой человек которому вы доверяете и который переживает за вас который желает вам добра ну и и конечно здоровья вот поэтому это действительно очень сложно это страшно это значит признать что ты не можешь что уже точно не можешь что тебе уже нужна помощь и ты сам никогда не справишься но на моем опыте это намного лучше чем бесконечно вот в этом кругу срывов и диет крутиться и загонять себя только еще дальше то есть чем больше и дольше вы этот вот этот бесконечный круг продолжаете с каждым кругом все сложнее становится попросить о помощи и соответственно получить ее и наладить вашу жизнь и ваше питание в частности поэтому обязательно я вас прошу подумайте о том чтобы попросить у ваших близких помощи если она вам нужна и в комментариях обязательно поделитесь помогают ли вам ваши близкие как они вам помогают как изменились возможно ваши отношения потому что это на самом деле интересный такой процесс и для нас мужем это стало тем что нас еще больше были сблизило потому что получается что когда мы замыкаемся вот сами со своей этой проблемой то мы и немного своих близких задеваем то есть мы находимся постоянно мысленно да в этой проблеме мы думаем о том что вот я там такая несчастная я опять съел шоколадку и мы вот этим самым отгораживаемся от близких а у вас все хорошо а у вас все легко и так далее это на самом деле все-таки немного подтачивает отношения но это на моем личном опыте напишите про ваш опыт в комментариях поэтому я очень рада что попросила в свое время мужа о помощи и поддержки и что самое главное она мне очень сильно помогла и до тех пор пока я мужа не попросила не объяснила ему что со мной происходит почему я злая и голодная как собака он во многом не понимал потому что все-таки мужчины и женщины устроены по-разному и возможно даже не с первого разговора получится почему потому что а если вы решили изменить свою жизнь это не значит что ваш партнер должен до 1 момент на сиюминутно это принять и захотеть жить так как решили вы потому что мы люди все взрослые конечно всем нам нужно время но это естественно и отличает взрослого человека что вы за один щелчок не можете измениться и это на самом деле хорошо потому что вы лишний вес набрали тоже не за один день не за два я даже думаю не за месяц так и расставаться с ним нужно постепенно и я рада что поделилась с вами вот такой информацией информации которую я уверена вам поможет напоминаю что прямые эфира сейчас проводятся в instagram потому что youtube не очень хорошо работает в связи с пандемией поэтому в субботу по московскому времени 18 часов в instagram будет прямой эфир обязательно приходите также жду ваши комментарии и вопросы под этим видео также поставьте лайк напишите как вам мой новый так скажем ракурс решила сегодня немного изменить потому что одно и то же надоело особенно когда ты не можешь выйти на улицу вот всем бодрого утра с вами была утренняя мария мироневич я желаю всем добра любви и конечно же наконец-то попросить о помощи просто поделиться со своими близкими проблемами и самое главное эту поддержку и помощь получить все всем добра любви и до встречи завтра